здравствуйте друзья итак лето закончилось все вышли на свои учебы на свои тренировки и вот у меня здесь появилось некоторое количество мешков я думаю вы догадываетесь что в них в них ткани прибежали родители прибежали дети сказали хотим танцевать хотим на соревнования а это значит что будем опять творить красоту будем шить комбинезон для одной замечательной девочки фигуристки как вы знаете я абсолютно не швея поэтому мы будем абсолютно не швейным способом сейчас кроить комбинезон для фигуристки для этого у меня есть дежурные 2 выкройки вот они такие бывалые посмотрите как они выглядят страшно не так как у других блогеров мы сейчас из двух разных абсолютно выкройки построим одну но то что нам нужно значит я намеренно не показываю эскиз костюма который мы будем шить потому что у меня его просто нет заказчики мне присылают фотографии каких-то костюмов которые бы они хотели причем по частям оттуда рукавчики оттуда воротнички оттуда юбочки оттуда штаники оттуда кокеточку отсюда юбочку и поэтому я создаю некий образ ну в общем то они мне дают свободу творчество просто приблизительно прислать мне фотографию чего бы они хотели и отталкиваясь от этой фотографии я шью на свой вкус потом я покажу вам изначально какой мне был прислан эскиз и что потом из этого получилось итак смотрим комбинезон у нас написано что его общая длина 130 сантиметров кладем выкройку это вперед и у нас есть вперед другого купальника с более широкими плечиками мы кладем вот так сверху и намеренно увеличиваем плечи лучше мы потом на примерке их вырежем намеренно уменьшаем пройму потому что у гимнаста она должна быть строго под мышку дальше обводим нашу выкройку где-то среднее берем показатель бедра между одной выкройкой и другой вот образом доводим до самого широкого места бедра здесь делаем отметку где разрез на ножки уже начинается и дальше эту линию ведем до конца сейчас мы выровняем под линейку эту линию тоже сейчас выровняем штанину делаем шире потому что этот комбинезон одевается на конек сверху закрывая конек под линейку удлиняем ножку и удлиняем параллельно этой линии вторую ножку далее краим спину опять кладем выкройку комбинезона с более широким плечом того же самого размера у нас получается из двух выкройек одна хорошая так что нам нужно отмечаем плечо продлеваем его и делаем сзади маленькая горлышко у нас спинка будет закрытая намеренно увеличиваем плечо намеренно уменьшаем пройму значит выкройки эти я беру на сайте шкатулка российский сайт ссылочка будет в описании там есть выкройки гимнастических купальников всех размеров часть из них бесплатная за часть нужно заплатить немножко денег здесь у нас где-то закачиваться внутрь здесь мы выровняем штанинку ровненько сделаем здесь тоже самое вот таким вот образом берем линейку выравниваем штанинку здесь параллельно выравниваем вторую штанину дальше смотрите у меня есть две универсальные выкройки рукава много лет служит мы смотрим длину нашей руки это девочка маленькая у нее объем всего лишь 20 сантиметров мы возьмем маленькую руку посмотрим ее длина 57 сантиметров объем руки 20 вверху смотрим вот у нас как раз таки почти 10 сантиметров растянется рукавчик и будет хорошо а длина должна быть 57 сантиметров поэтому мы сейчас кладем рукав мы возьмем 60 мы лучше потом лишнее обрежем всегда лучше выкроить длиннее и больше чем меньше отрезать никогда не поздно зеркально разворачиваем потому что нам нужно сразу закрыть два рукавчика теперь низ рукава тут у нас не очень ровная в магазине отрезали ткань поэтому мы подровняем выравниваем рукавчик немножко расширяем лучше потом при примерке мы его уменьшим по ручке все начинаем вырезать единственное мы должны промерить и подумать хватит ли нам такой штанины на конек оденется она 12 плюс 16 объем конька это 28 сантиметров нет конек будет побольше вообще его конечно желательно было померить увеличим штанину расширяем от бедра вот таким образом хоп и здесь внешнюю сторону расширяем все вырезаем вырезаем горловину горловину нужно вырезать как можно меньше потому что потом при примерке лучше ее вырезать тем более у нас будет стойка она должна быть прямо под горло проблему на как вот вот с и что вырезать Я собрала все детали нашего комбинезона на фигуристку. Шью 4-х ниточным оверлаком. Получается очень эластичный шов, который тянется и не мешает спортсменке двигаться. Когда я его собрала, примерила на нее, ушила по талии, по ножкам, чтобы он ее идеально обтягивал. После этого я вырезала элементы, под которые ставится сетка. Вот впереди у нас такой ромбик на груди и на спинке такой вот листик на спинке, в котором будет капля, застежка, чтобы спортсменка одевала его. Сейчас наша задача зигзагом пришить по краю бифлекс к сетке и обработать каплю. Главное проверять внизу, чтобы ничего лишнее не залезло под строчку. Наметку выпороть нужно будет и срезать вот эту лишнюю всю сетку. Точно так призрачиваем вторую деталь из сетки. Я вырезала стойку. С одной стороны я ее зашила. В другую сторону, прежде чем зашить, нужно вставить сюда, вшить петельки. Для этого нам нужно их изготовить. Я отрезала полосочку бифлекса и край обработала оверлаком, для того, чтобы зафиксированная у нас была ширина нашей полосочки для петелек. Загибаем один и второй раз и прострачиваем швом зигзаг. Прострачили и лишний край оставшийся мы срезаем ножем. Вот у нас получается такой ровный, красивый шнурочек. Таким же образом я шью все завязки для костюмов на все места. Из сетки, из бифлекса. Формируем из него петельки. Ставим ровную строчку. Вот так вот складываем. Еще одну. Смотрите, здесь одинаково. Размер. Можно три. Три одинаковые петельки. Этот край мы срезаем. Берем стойку. Наш необработанный край. И закладываем петельки вот так внутрь. Я прострочила это место специально два раза рядом, чтобы петельки не вырвались у нас при натяжении. Выворачиваем. У нас три красивые петельки. Выворачиваем стойку нашу. И вот у ребенка, когда мы пришлем, будет вот так красиво здесь застегиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok